Факультет генерального штаба, ФГШ, вершина пирамида отечественной военной школы. В то же время основание безопасности государства. Слушатели здесь учат командовать частями и соединениями, управлять родами войск и всей оборонной организации страны. Понятное дело, мозг армии должен усиленно насыщаться кислородом, а потому лекции слушателям зачастую читают руководители военного ведомства. Причем не только в стенах вуза, но и прямо в ходе учений и тренировок. Стремительно меняющая военно-политическая обстановка, научно-технический прогресс, создание новых видов вооружения предъявляют новые требования к выпускнику факультета генерального штаба. Нам дается достаточно большой объем знаний в вопросах государственного военного управления, готовности и способности управлять соединениями, воинскими частями, объединениями в наших вооруженных силах. Рабочие места обучаемых полностью автоматизированы. Это позволяет практически на каждом занятии планировать и проводить масштабные операции. Разворачиваются они на картах, цифровые варианты которых моделируют любую ситуацию. Чтобы одержать победу в современном противостоянии, даже опыта недостаточно. Обязательный множитель навыков – эрудиция, а первое оружие военачальника – талант. Его огранкой и занимаются преподаватели. Ценность факультета заключается прежде всего в профессорско-преподавательском составе. Это уникальный коллектив, которого нет ни в одном учебном заведении Республики Беларусь. Офицеры запаса и действующие офицеры, которые имеют богатый опыт службы в войсках. И, кроме того, опыт педагогической деятельности и научной деятельности. Свой нынешний день рождения учебное подразделение впервые встречает в обновленном формате. В состав ФГШ вошел командно-штабной факультет военной академии. А значит, строй завтрашних командиров будет еще более монолитным. Константин Гагарин, Илья Никонович. Для компании ВНТВ. Специально для программы «Наше утро». Продолжение следует...